Почему длительная молитва может не приводить к исцелению или не приводит к исцелению? Или длительная, или я бы добавил, чуть-чуть преобразовал этот вопрос, вот почему мы не можем, если мы этим управляем, как многие заявляют, почему мы не можем вот взять и там прорваться, промолиться, вот взять это исцеление, тогда, когда мы хотим, и тогда, когда мы хотим. То есть тогда, почему, если Христос умер, воскрес, и ранами его мы исцелились, почему сейчас это не происходит? Только ли это по зависящим причинам, которые зависят от человека, неверия или недостаточно чего-то, или все-таки это только зависит от Бога? Вот в некоторых случаях вы видели, да, да, я даже приводил пример, вот пастера заболела супруга, и они начали искать исцеление на собраниях, и так его и не нашли. Хотя вместе с тем, какие-то люди получали на этих собраниях исцеление. Вот так, неожиданно, может быть, даже некоторые не искали. Я знаю целые евангелиционные собрания у мусульман в Пакистане. Люди приходят, даже пьяные приходят и исцеляются. Не все, но некоторые даже неожиданно мусульмане. Да, то есть это вообще, то есть как можно, что можно, к чему привести, вот какие мысли. Это зависит от нас, это зависит от кого это зависит. Это длительную молитву я уже говорил, да, мы молимся, и каждый раз молимся за одно и то же. То есть если я второй раз молюсь за одно и то же, я не верю в то, что Бог может в этой молитве меня поддержать. То есть если я помолился, написано же в Писании, в Писании Петра написано, все, что приносим перед престолом благодать, его он слышит, и все наши нужды восполнены. Так написано. В слове я привык верить этой книге, она всегда оказывается правее всех правых. И если человек длительно молится за одно и то же, скорее всего у него нет уверенности в том, что он действительно получит это исцеление. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, сейчас наши общие знакомые проходят очень сложную ситуацию с исцелением от онкологии. Не буду называть их имена, но мы все молимся. И мне очень нравится поддерживать их в молитве именно за то, что они просят. Они не просят помолитесь снова за исцеление. Они каждый раз просят о молитве за конкретную данную ситуацию. То есть вот сейчас она проходит одно. Завтра мы едем к врачу, потом за конкретную данную ситуацию. Я всегда вспоминаю, когда читаю эти вещи, я молюсь каждый раз Моисея, когда он боролся с врагами. Фактически, это же он боролся. Пока руки были вверху, побеждал Израиль. Как опускал, проигрывал Израиль. То есть фактически боролся он. Но у него руки устают. И молитва это то, что поддерживает. Да, его нужно было посадить. А во-вторых, нужно было Ора и Аарона подставить, чтобы они держали руки. Вот мы как раз, те, кто молимся, и мы как раз, и тот самый стул, на котором они сидят, и мы как раз тот самый Ор и Аарон, а они идут с Богом. И я уверен, что будет ответ от Бога. Потому что когда человек идет и уповает не на молитвы, а на самого Бога, это совсем другая реакция получается. Что-то ты добавишь? Я вспомнил моего тестя. Он болел около 20 лет. У него была саркома. Человек, который не пропустил ни одного служения. Не помню такого я. Но он лечился? Он лечился в процессе всего, да, всего. Он был не очень удобен для приезжих проповедников, для молитвы. Потому что, кроме того, что у него была саркома внутри, у него уже не было одной руки. Понимаешь? И как бы вот страшно молиться за человека, у которого нет одной руки уже. Да, ты уже видел. Что-то вдруг нечаянно скажет, чтобы рука выросла, она не вырастет. Попандос. Извините. Но я хочу сказать другое. Я не помню, чтобы он хоть раз попросил меня молиться за исцеление. Это не мешало. Я даже не помню, насколько я молился. Потому что он жил полноценной жизнью нормального человека. Никакая болезнь, она не может помешать тебе жить полноценной жизнью верующего человека. Он использовал эти моменты в своей жизни. И может быть поэтому Бог ему дал столько лет жизни с саркома. Он использовал эти моменты жизни для проповеди Евангелия. Куда он приходил? В больницу. Он лежал на операциях периодически. И периодически на проверках на разных. В поликлинику к доктору ходил. И он постоянно проповедовал людям Евангелие. Сколько я помню, он проповедовал людям Евангелие. Везде, где бы он ни находился. И он для меня остается всегда примером подражания, как настоящего верующего человека. Который приходил на собрания в тапочках, куша, не мог одеть обувь. Который служил, каждое служение сидел на пульте у нас, снимал видеозапись у нас, архив собраний. Это человек, который стал самым больным в церкви. Понимаешь? Поэтому я хочу сказать, что мы не должны концентрироваться на наших болезнях. Мы должны концентрироваться на том, что мы можем сделать. Бог знает про наши болезни. Бог знает про все, что с нами происходит. Я должен концентрироваться на том, что я могу сделать сегодня для того, чтобы послужить Богу и людям. Когда я начинаю давать, я начинаю принимать благословения. Вот это самое важное. И помните, что Бог слышит твою молитву, Бог знает твою ситуацию. И просто доверяйте Богу эту ситуацию. И какой бы она ни была, эта ситуация, доверься Богу. Просто знай, что ты в Божьих руках. И без Божьей воли волос не упадет в твои головы. Аминь.